Приветствую вас за просмотром рубрики о книгах совсем обозрела. Сегодня я решила прогуляться к одному из шкафов для буккроссинга. В Уссурийске таких несколько, но мы заглянем в тот, который на улице Пушкина. Чаще всего на полках классическая отечественная и зарубежная литература, но встречаются и современные авторы. После недолгих поисков я обнаружила для себя парочку интересных книг. Давайте поговорим о них подробнее. Первый из сегодняшнего улова – сборник рассказов «Сто бед» Эмира Кустурицы. Многим этот человек известен как сербский кинорежиссер, но оказывается еще музыкант и писатель. По заверениям критиков, книга в свое время стала сенсацией литературного сезона в Европе. Хотя отзывы читателей разнятся. Одни в восторге, особенно те, кто любит фильмы автора. В рассказах поклонники творчества Кустурицы находят присущие ему суровую правду жизни, юмор, точные детали и национальный колорит. Нравятся новеллы и тем, кто раньше не читал и не смотрел ничего из Кустурицы. Хотя есть люди, кому вообще не зашло. Книга кажется тяжелой или странной. Но я думаю, ради интереса попробовать стоит. А теперь очередь этой книги. Автор – Одри Нифеннеггер. Роман «Жена путешественника во времени». Наверное, многие из вас знакомы с одноименным фильмом, но в начале была книга. Впервые произведение опубликовали 20 лет назад. Роман три года держался в списках мировых бестселлеров, а ведь для автора был дебютным. В 2009-м в прокат вышел фильм с Эриком Баном и Рэйчел МакАдамс в главных ролях. Книга и фильм рассказывают о человеке с генетическим отклонением, которое позволяет ему непредсказуемо путешествовать во времени. А еще о его жене, которая вынуждена справляться с частыми и даже опасными исчезновениями супруга. Роман относят к научной фантастике и к любовной литературе. Я встретила разные мнения читателей. Есть восторженные отзывы и причисления романа к лучшим книгам последних лет. Встречаются и отрицательные оценки от тех, кому в произведении не хватило глубины и развития событий. Думаю, если вам по душе романтичные истории, это подходящий вариант. Обе книжки вернула туда, откуда взяла. Шкаф на улице Пушкина. Берите, читайте, делитесь с друзьями. А у меня на этом все. Встретимся через неделю.